I have ways of blowing things off. Чтобы хоть немножечко понять, что здесь происходит, опять же, вникнуть, потому что записываю не каждый день, иногда вылетает из головы, хотя, в принципе, я сейчас вижу, что у нас нет ни одного задания на время. Оп, это я смотрел на камеру, оно потом отобразилось, кстати. Дружище, я хотел пойти прогулять, в чем дело? Ни в чем, у нас с тобой, типа, вообще-вообще, все же, квест закончен или что-то еще будет? Что продаете? Давайте посмотрим, кстати, что у нас может быть новенького появилось. Резиновые уточки, страшное преступление, загранпаспорта, сахар, деньги. Так, это у нас что? Закон союза, книга закона величайшего союза. Газировочка, кстати, которая запрещена, вот, да. Это у нас будет, если что, для шантажа или даже шантажа. Давайте выполнять наши прямые обязанности. Пока котел не рванул, к черту. Так. Это чья-то майка висит сверху? А! Кстати, возможно, это от нашего соседа сверху. 3.25. Скоро можно будет уже с ним идти разговаривать, я думаю, сейчас посмотрим. А если его разбудить? Проходите, господин Шорз. Чувака? Чувака не смущает, что мы пришли к нему в 4 утра. Ну, хорошо. Как у нас нравится, спрашиваю я у человека. А, да. Надеюсь, вы всем довольны? Да, да. Я планировал здесь сильно... Хотя планировка здесь сильно отличается от принятой Федерации Штатов, но... А, в ней есть свой неповторимый шар. О, так вы с Федерацией? Как бы... По-моему, немножко неуместный вопрос, разве нет? Естественно, это видно уже потому, что я не ношу вещей, вышедших из моды лет 10 назад. С другой стороны, откуда вам, значит, ты сейчас в моде, а? Федерация, значит. Как интересно. Да, безумно. Вы вроде упоминали о гастролях? О, да. Группа Искажение Разума гастролирует по Союзу. Я менеджер группы, слежу за тем, чтобы все шло гладко. Неплохо. Вы, должно быть, сейчас слушаете музыку своей группы, да? Я вот думаю, можно было бы вот этот квест соединить с тем, где нам нужна была музыка. И смотрите, тут у одеяла язык вылез, он такой... Даже не представляете, насколько... Вы сказали, что следите за тем, чтобы все шло гладко. А можете рассказать, что конкретно входит в ваши обязанности? Только не говорите, что решили податься в шоу-бизнес. Что? О, не, мне просто любопытно. Зарубежные группы с менеджерами у нас бывают нечасто. Вот как. А жаль. Я встречаюсь со своими подопечными, слежу за тем, чтобы у них все было хорошо, и чтобы они приезжали вовремя и куда надо. У них как-то был фиаско. Братан. Когда Искажение Разума собрались выступать не на той сцене. Ой-ой. Прямо такое ни за что не повторится, уж поверьте. Пуку. Да, я вам верю. Пуку. Должен признаться, быть менеджером такой известной группы классно. Красивая женщина, которая хватается за любую возможность привлечь внимание звезд и со мной не прочь пошалить. Ну как, мой рассказ о сладкой жизни менеджера вас вдохновил? Ну разве вы не говорили, что у вас есть дочь? Есть, господин Шварц. В глазах моей семьи эти гастроли обычная командировка. А детали останутся между нами, коллега. Хотя вы бы и не смогли передать эту информацию за пределы союза, так? Блин, он подкалывает на чем только может. И он прав, кстати. Ну да, тогда успешных вам гастролей. Спасибо, господин Шварц. Надеюсь, и вы заглянете к нам на концерт. Сейчас. Хорошо, создать профиль Лукаса Шмульки. Шмольки, шмульки. Я бы на самом деле у него еще дома пошарил. Он что, спать дальше пошел? Ну хорошо. Нам бы с утра на работу сходить, поэтому давайте я создам профиль. И попробую... Так, 6.25. Это у нас малый проснулся, все попросыпались. Может я с работы создам профиль? В самом деле, почему бы и нет? Мне сейчас главное пойти и доказать свою невиновность. Вот. Блин, а как я могу? Э, возможно, мне нужно было собрать ночью какие-то улики по установленным камерам. Знаете, в чем прикол? То есть то, что я сейчас с кем-то буду разговаривать, мне может, в общем-то, и не помочь никаким образом. Так, здравствуйте, господин Шварц. Скажите, специально выбрали эту работу? Да, это было у нас. Погодите, оборудование. Электронная отмычка. Никто не может произвести... Та-та-та-та-та-та-та. Мне наверх, но мне наверх через сколько там? Через пять тысяч. Давайте мы с ней сейчас поговорим. Почту нам, вроде как, больше не гоняет... Нас больше не гоняют доставлять. Тук-тук. Проигрыватель в кабинете. Госпожа Пайнерф, а как у меня эти нашли проигрыватель? Кто-то подкинул мне эту штуку, а теперь у меня на шее затягивается петля. Вы что-нибудь видели? Ой, звучит просто ужасно. Жаль, что мне не... Такой голос. Жаль, что мне нечем вам помочь. Хотя, погодите-ка, господин Шварц, можно же посмотреть в системе. Если уж преступник умом не блещет, он мог сначала организовать доставку в свой кабинет. А зачем еще нам в министерстве собственный сервер? Отличная идея, спасибо, госпожа Пайнерф. А это была хорошая идея с ней поговорить. Я думаю, такой, начну с первого этажа, а тут оказывается... Опа, вот как. Давайте я с остальными тоже поговорю. С меня не станется, сейчас 9.30 всего лишь. Здравствуйте, закончить. Или у меня сейчас уже просто обнулятся все опции, да? О-га-га. Хорошо, я вас понял, поехали сразу на третий этаж. Посмотрим в системе. Так, в систему входить под своим именем, наверное, да? Так. Штурок облок. Посмотреть данные о доставках за неделю. Последней неделе было оставлено три отправления. Список получателей. Штокер. Отправитель игровой системы Амиго. Ммм. Штокер. Бейс Лаус. Неразборчиво иностранный. По-моему, кстати, да, может быть. Мюллер. Крутой... Крутой пельё для крутых парней. Мюллер красавчик. Конец записи. Так. Погодите. Чиновники. Бейс Лаус. Грюндих. Бейс Лаус это, по-моему, то, что мне нужно, да? Зингер, Вюргер, Зибальд, Майнхард, Ноллер, Хубертс и Альтман у нас самые высшие. Бейс Лаус и Стокер. Ну, давайте наверх. Нам всё равно, значит, с этими обалдуями разговаривать. Ага, они уже свалили. Ахам. Ну, ладно. Тут не видно, чем он занимается. Надо было, может быть, там камеру поменять. Но мне не столько денег, чтобы камеру менять. Может, мне сразу с ней поговорить? Хотя вряд ли. Да, надо закончить разговор. Ясно. Давайте вниз. Третий, второй. А, ты на обед не ходишь? У тебя, типа, всё нормально? Добрый день. Да, она уже совет дала, она нам уже ничего не сделает. Один подозреваемый доказатель. О, кстати, письмо. Я как раз думал про письма. Вюргера. Это второй этаж, который... Если я правильно помню. Да, вот он как раз идёт. Подожди. Хорошо. Иди уже скорее ты, палочкой, пока ты не пнули под сам знаешь куда. На, у меня для вас письма. Господин Вюргер никогда не видел таких марок. Манана. Да, я вам верю. Спасибо. Закончите раз... Марки. Я что с этого заработал? Нет. Мне на четвёртый. Во. 15.45. Так. Ты у нас там получала что-то из игровой или чё-то? Угу. Здравствуйте, у меня проблемы. Госпожа Штокер. Господин Шварц, мы должны вас... Сразу вас остановить. Я не могу вам помочь. Если я вам помогу, я сама обязана в этих грязных разборках. А мне нужно думать о карьере. Уверена, вы понимаете. Скажу одно. Остерегайтесь Гюнтера Байслауса. Но на этой ситуации его почерк. Так что, пожалуйста, больше не обращайтесь ко мне по этому вопросу. А кто-нибудь... А то кто-нибудь может понять не так. Вы знаете, как оно бывает? Ну, мы вроде как ещё в прошлой серии поняли, что это Байслаус, да? Учитывая, как он с нами разговаривал. И что это было. Так. Байслаус. Опять вот тут раскативы. Вы нюхаете? Не изменяю, ничего не вытяните. Оставьте меня в покое. Я всего лишь хотел... Без вариантов. Мюллер, тварь. Иди сюда. Тебя должна быть веская причина, чтобы прервать меня. Насчёт дела. Нас может побеспоко... Нельзя. Если ты влив неприятности, ко мне не приходи. Я не испытываю к тебе симпатии. Ну, ты, конечно, и этот. Так, он тут пишет. Надо за ним понаблюдать. За его кабинетами. В принципе, что здесь происходит. 17-20. Они все скоро свалят домой. Кстати, пока мы наблюдаем. Может быть... Надо бы этого чувачка осмотреть. Ну, ладно. Ну, дружище, что ты тут прячешь. Если бы я мог бы ему просто подкинуть газировку, чтобы его просто выкинули. Упаковка от проигрывателя. Пустая упаковка от проигрывателя. Нет, чёрт. Я хотел там ещё порыть. Но, ладно. Она уж тоже свалила. Да, она уж тоже свалила. Значит. Доказательства не внуст. Поговорить с Грюндих. Упаковку я нашёл. Скорее всего, он мне сейчас скажет. Ну, тогда нужно, чтобы кого-то арестовали вместо тебя. А вот она, это Грюндих. Добрый день. Извините, мне нужно бежать. Бежать? Ты уверен, что ты в состоянии? Да я не с тобой. Оборудование. Я хочу... Что у меня осталось из отмычек? Осталось 5 отмычек стандартных. Закалённая отмычка. Две камеры. Черновик музыкальной реформы. Так, рукопись реформы подделка. Так, раз, два, три. Ну, возьму себе три таких отмычки хороших. Пусть будут... Две камеры третьих и две камеры вторых. Супер. Можно валить домой до завтра. В любом случае тут делать нечего. А, я собирался профиль шмальки составлять. Ну, сейчас уже тогда дома буду его составлять. Интересно, сколько я за это получу. Что ты хотел насчет семейного бюджета? Не хочу с ней говорить. Я сейчас вдруг вспомнил, что тут же есть счета у нас. А, ну, да. Минуточку. 107 часов. Он заморожен или... Надо будет потом посмотреть. А то, прикиньте, квест заморозился, а счёт не заморозился. Так, да не, не, положи трубку. Надо никому звонить. Итак, донос. На шмольку. Он у нас... А... Что не так? Погодите. Не донос. Характеристика. Чё это я? Досье. Какой донос? Чё-то меня переклинило. Да, вот он. Вот это вот и менеджер группы. И иностранец в Рождественной Федерации Штатов. Хорошо, снять трубку, бла-бла-бла. Да, Лошвард слушает. Шварц, да вот это Альтман. Профиль Лукаса Шмольки поступил в Министерство. Отлично сработано. Спасибо. Теперь у нас есть полное досье на Шмольке. Мы знаем, что он родом из Рождественной Федерации. Это было известно. И до этого вы дебилы. И что он руководит иностранной группой. Такие люди опасны. Очень опасны. Разве? О, да. Раз он из Рождественной Федерации, значит, и сам нам врать. Его взгляды закладывают ложные идеи в умы нашего достойного ведомого вождя. Вождём Союза. Эм, я не знал. Сато теперь знаете. И Шварц с этим Шмольки разум представляет такую угрозу для нашей нации. Вы должны что-то сделать. Я и что мне с ним делать? Нужно от него избавиться. Найдите на него компромат. Нельзя допустить, чтобы враг руководил так называемой музыкальной группой, тем более концертом не у нас. В общем, заберитесь, разберитесь со Шмольки. Взамен я обещаю вам лучшую жизнь. Это звучит так, как будто нас потом тоже убьют. Лучшую жизнь. Если вы добьётесь успеха, Шварц, я верну вам прежнюю работу. Ваш прежний дом, прежнюю жизнь. Прежнюю жизнь было бы здорово. Значит, Шмольки вам настолько мешают? Я тоже. Да, и вам тоже. Министерство и силы, которые хотят, чтобы концерт непременно состоялся, и поэтому защищают Шмольки. Постарайтесь найти на него компромат или организовать, если у вас получится, за мной не заржавеет. Организовать? Да, по вашим сведениям, не трудно заметить, что господин Шмольки человек семейный, но любит поразвлечься с девушками помоложе. Если вы застанете его за этим, это будет нам на руку. Вы всё поняли? Я пытаюсь... Я пытаюсь улечить Шмольки в изменах, а вы за это возвращаете мне прежнюю жизнь? Жизнь, как прежде, отличная перспектива. Значит, договорились. Тогда за работу, Шварц. На время? Ещё снять трубку. В смысле забыл? Это Стивен Фрэнк. Ой, господин Хубертс, здравствуйте. Я вас перепутал с другим человеком. Я до вас уже полдня дозвониться пытаюсь, друг мой. Я скажу честно, мне, по-моему, Хубертс этот, ну, он из реформаторов, и он мне ближе немножечко по духу, чем вот это вот Альтман, Лотман, как она? Альтман. Госпожа Альтман звонила насчёт одного задания для Министерства. Госпожа Альтман, значит. Интересные дела. Я звоню, потому что увидел, что вы составили профиль на господина Шмольке. Зачем? Но ведь это моя работа, составить профиль жильцов и выявлять незаконную деятельность. Может быть, но почему-то меня не покидывает ощущение, что кто-то открыл охоту на господина Шмольке. Думаете? Да, хорошо сыграно, Фрэнк. Да, сначала вы сдаёте его профиль, потом в Министерстве поднимается шум из-за концерта. Фрэнк, я думал, вы на стороне добра. А то. Конечно. Хорошо, значит, я могу на вас положиться. Фрэнк, мне нужно, чтобы вы кое-что сделаете для меня и лучшего будущего. Что же? Вы должны защитить господина Шмольке. Как хороший человек и управляющий дома, вы, пожалуй, лучший кандидат для такой важной задачи. Думаете? Естественно, не выпускайте его из виду и взлетите, чтобы с ним ничего не случилось. Если у вас получится, я верну вам вашу прежнюю работу. Здесь ведь то, о чем вы мечтали с тех пор... Это ведь то, о чем вы мечтали с тех пор, как вас понизили до управляющего, да, Фрэнк? Ну да, моя прежняя жизнь мне нравилась. Ну вот видите, значит, вы непременно блестяще и с сорвением справитесь с этой задачей. Успехов! Ээээ... Черт. Дело-то вот оно в чем. 103 часа. Нет, блин, все-таки владение проигрывателем. Время идет, черт побери. Деванство задания. Защитить. Последствия неизвестны. Найдер, человек, давление, последствия неизвестны. То есть получается, что как только я проваливаю вот это задание, срабатывает вот это задание, так? Видимо, да. Шмольки у нас спит. Ну я не могу за ним сейчас следить. Мне нужно своими делами-то заниматься, ёпарасыте. Вы чё? Я даже его хату не обыскал. Понимаете, в чём прикол? Я не могу полностью просто оставить его в покое. Там говорят, найди компломат, компромат, то есть измену или чё-то такое. А с другой стороны говорят, что, чувак, нужно его защищать. То есть не просто оставить его в покое и подождать пару дней, а вот прям защищать его, потому что что-то может случиться. С другой стороны, у меня 70 часов, да? Я могу повременить с травлей на рабочем месте, но там... Там 100... Сколько у нас? 100 часов. У меня останутся сутки тогда на распутывание собственных дел. Я не уверен, что у меня это получится, потому что, возможно, там просто отдать коробочку, а возможно, что-то ещё. Давайте мы за ним хотя бы денёчек проследим. Во-первых, всё-таки добудем компромата, раз он уж такой нужен. А во-вторых, потом просто будем решать, нужно нам его использовать или нет. Потому что я бы такой, чтобы помог Хуберцу. Проследить, чтобы с ним не случилось ничего плохого. А что я сделаю, если с ним начнёт случаться что-то плохое, типа... Хм... Чувак, просыпайся! Спасибо. Он идёт на кухню. Конечно же, он идёт на кухню. И именно на таком важном задании у меня стоят фиговые камеры, да? Блин, я там ничего не сделал. Задача начата. Высокие требования. А он ещё и разговаривать со мной будет. Что, господин Шварц, и вы в бегах? Вам что-нибудь нужно? Вам нужен гид? Вы же управляющий, да? Да, а что? Был я тут в столовой. Еда омерзительная. Да, достаньте мне что-нибудь съедобное, если это вообще возможно. К сожалению, за питание я не отвечаю. Ну, конечно, на этой стране никто ни за что не отвечает. Я не ожидал того уровня сервиса, как Федерации Штатов. Не в обиду, это не ваша вина. Просто принесите мне чего-нибудь вкусненького. В накладе не останетесь. Пара зелёных вам точно не повредит. У меня есть ещё кое-какие дела. Хорошего дня. Какие, блин, дела? Минучку, газировку хочешь? Насчёт блюд. Вы мне просили кое о чём. Как успех с едой? А, газировка тебе не подойдёт. Всё, 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 я понял. А куда ты собрался, Карл? Давайте я сначала тут займусь всем, пока тут всё не рвануло, к чёрту. Мусор накопилось за два дня. Давайте я за ним прослежу. Окей. Лука с шмульки. Принесите лук. Деликатесы на ужин. Вы вообще, что ли, долбанулись головой? Где я вам деликатесы на чёртов ужин возьму? Ну, то есть он просто поехал по делам, да? Мин-блап. Они сюда рекламу повесили. В столовке. В столовке на работе. Для сотрудников должна быть нормальная еда. Давайте пойдём посмотрим. И заодно решу сейчас проблему. Да, хорош лагать. Там тоже рекламные щиты появились. Прикольно, всё так меняется. Ехай. Да, столовка. Что у вас сегодня? Неприметный торт. Очень вкусный. Но слабительный. Ай, давай сюда. Выглядит вкусно. И да, выглядит очень аппетитно. Спасибо, я стараюсь. Работать нужно в радость, верно? Да, вы правы. На благо великого вождя. Именно. А невкусные блюда у вас есть? А вы не готовите особое блюдо для менее приятных коллег? Да. У меня всё вкусное. Что это вы придумываете? Но если вы хотите, скажем, разыграть кого-нибудь с помощью еды, я, естественно, уже 10 лет знаю, какие люди тут работают. Так вот, для таких случаев у меня есть несколько незаметных штучек. Блюд с ними вам лучше... Блюд с ними вам лучше остерегаться, как понимаете. Но я вам этого не говорила. Я никому-нибудь скажу. У вас ещё остальками вопросы? Да. Нет. Так, я купил торт, блин, потратил... Вы что, уже на обед собрались? Вы что, совсем не люди? Так. Её там нету, да, в кабинете? Марш! Все быстро на работу, твари, блин! Пока сюда добрался, пока зашёл в столовку, полдня прошло. Ну и вот об этом я и говорю. Почему тут время идёт так быстро? Что не так, блин, с этой игрой? Хорошо, хай! Так, я... Госпожа Гармюх, я знаю, кто это сделал, вне всяких сомнений. Кто сделал что, Шварц? Для начала успокойтесь, вы весь красный, как помидор. Ну та свинья, что подставила меня, подпросил в мой кабинет, проигрыватель. Теперь я наконец-то знаю, кто это был. Это был Байс... Байслаус! Байслаус? Байслаус, Гютер Байслаус из четвёртого отдела? Да, именно он. Неудивительно, этот тип настоящая крыса. Ну, пусть даже мне легко представить Байслауса за подобное. Насколько вы уверены, Шварц? Абсолютно уверен. Я нашёл в его кабинете упаковку от проигрывателя. Это весомая улика. К сожалению, недостаточно весомая, чтобы его осудить, но мне хватит. Я позвоню Стивену и объясню ему ситуацию. Наверняка он сможет что-нибудь для вас сделать. Спасибо, госпожа Грунтих. А что будет с Байлосом? А мы с ним разберёмся позже. Сейчас главное, что нам удалось снять с вас штраф. Хух. Так, в смысле, доказать свою невиновность. Так, говна кусок, иди сюда. Ай, господин Шварц, чего это вы осудите у нас в мой кабинет? Для вас тут ничего нет. Да. Менечку, штраф реально... 91... 91... Ав... Ээээээээ, но я же... Погодите, я чё-то не понимаю в этой жизни? так на проект номер хуберцу заняты щелк набрать номер грунгих или она сегодня-завтра поговорит как это все работает почему штраф никто не снял и ну то есть доказать свою невиновность стойте проходите я могу кстати сюда ездить а четвертый уровень для меня так максимальный погодите что я пошел на пятый уровень без учет того ладно поехали домой письмо я завтра там допустим смысле а почему там восклицательные знаки с выходящих нет что происходит так кстати насчет упаковка от проигрывателя а травлю на рабочем месте снять трубку вот-вот-вот типа чувак не сейчас будет я опаздываю туда они она все рассыпается привет фрэнк от стен и мы сказала мне что у вас проблемы что случилось службе безопасности обнаружил в моем кабинете запрещенное устройство теперь с меня требует заплатить штраф помогите мне стивен а медленнее фрэнк давайте все по порядку что в вашем кабинете вообще делают запрещенные устройства это не мое кто-то его мне подложил а потом дань его службе безопасности что мне чтобы мне навредить да не тарахтите вы кому могло понадобиться вам вредить я составил музыкальную реформу в точности как вы хотели это не всех обрадовало этого можно было ожидать не все понимают важность обновления стране да верно в общем сразу после реформы сторож вдруг говорит что в моем кабинете что-то нашли он же мне квитанцию на оплату штрафа выдал за что ну мой кабинет обыскали нашли там проигрыватель что что малое нательное устройство для качественного воспроизведения звукозаписей вот оно что да ниже под запретом но уже не могли об этом не знать фрэнк хранить такие вещи кабинете все равно что специально напрашиваться неприятности что оно не мое него подпросили я даже знаю кто это был байслаус точно ясно задачка теперь когда охрана уже там побывала и нашла эту штуку это внесут ваше дело мои руки связаны мне очень жаль фрэнк ничего нельзя сделать не жаль фрэнк вы же знаете как я вас ценю как коллегу и как человека они совершенно точно запрещены стивен секунду сейчас уточню согласно постановлю 417 параграф d от 31 октября 87 года владение продажей передачи малых нательных устройств для качественного воспроизведения звуковой записи также известно как проигрыватели запрещены простите фрэнк приятно было с вами работой к сожалению в этих обстоятельствах я даже не могу дать вам хорошие рекомендации уверен вы понимаете а вы не можете отменить постановление легализовать проигрыватели знаете фрэнк у меня идея почему бы мне просто не легализовать проигрыватели отменив постановление классная идея как раз то что мы его сейчас сказали эта штука все равно ведь только только музыку может проигрывать как будет здорово когда у каждого такой появится тогда все смогут слушать музыку фрэнк я позабочусь о том чтобы это устаревшее постановление наконец отменили спасибо стивена вы не могли бы привести провести отмена но задним числом чтобы на момент когда проигрыватель нашли в моем кабинете владение уже было легальным уверен что это можно сделать фрэнк буду держать вас в курсе спасибо большое продуктивным дня фрэнк фух быстро домой так найти ручки даме все короче с этим разобрались мы вне опасности на тортике явно было написано что он вкусный блин и у этой тоже задание когда иди ты что-то от меня хочешь так вам далось найти решение для своей проблемы нет господин шварц никакого решения для моей проблемы не появилось такие вещи сами не растут не рассасывается знаете ли но не волнуйтесь и сделаю то чего от меня требует общество я рожу ребенка подарю родине мальчика пушечное мясо для очередной войны вполне в духе восточного соседа или девочку которой в будущем предстоит познать счастье материнства и нарожать нашим великому союзу еще сыновей разве не чудесно звучит жалочно зря вы так жалче об этом говорить я уверен малыш принесет вам много радости наше общество превратит его жизнь в ад потому что его мать осмелилась родить вне брака но при этом и права на аборт женщина давать не хотят я с этапа горло этими лицемерия этим лицемериям но не переживайте господин шварц я больше не буду вам докучать я съезжаю всего хорошего до свидания то есть это и был от нее квест или я случайно отказался от этого квеста там что-то делает хорошо квест есть также у мамашки внизу видимо все-таки насчет ее пропавшего мужа проходить господин шварц насчет блюда у меня просили к чем как успех с едой в смысле пока никаких вы совсем что ли я торт купил за 600 баксов сожалению убейтесь пожалуйста об стенку как так у нее же квест для меня дайте сюда все на вот точно точно решила прям съехать ладно давай с тобой поболтаем что ты хочешь смотри шварц помогите мне нас вот-вот обнаружат умоляю спасите госпожа векер что случилось погодите может она скрывается от мужа нас вот-вот обнаружат я не могу потерять своих детей после всего через что мы прошли вместе альфреда и и да должна быть хорошая жизнь я подумала вы уже однажды нам помогли когда альфред был болен вот я и подумал ну я так поставлю вас безвыходную ситуацию простите просто скажите что вам нужно госпожа векер за меня не переживайте и все же нет я не могу вас так попросить я пойду глупая была идея извините ничего опять через твоих детей но это бесит но это бесит ну так съесть зачем ты мне тогда показываешь значок квеста над своей башкой знаешь что иди сюда но она не хочет мне больше я думал еще с посадить она просто решила смыться ладно так черный рынок чертов черный рынок что продаете что тебе надо пожрать тварь что тебе надо шоколада блин яблок газировку он не хочет красные яблоки зеленые яблоки я могу пищу шоколадку сладкий вкусный шоколад его любит старый млад под запретом давайте возьму шоколадку черт с ней очень вкусный торт сладкий и вкусный шоколад и там и там написано что они вкусные я хотел пойти прогуляться чем дело не в ни в чем так погодите око за око проследить чтобы с лукасом шмульки ничего не случилось снять трубку выяснить что тревожит элизабета блин сколько всего и все на время все скоро заканчивается да здравствуй франк это стивен здравствуйте стиль чем обязан за него поделиться что наши коллеги реализовали фантастическую реформу по проигрывателям отмене владение проигрывателем величие судьи разрешено великолепно о да это отличная новость так что у вас штраф отменяется какое облегчение спасибо большое стивен еще штрафа прям сгора с плеч я бы не об на нем разорился прекрасно понимаю фрэнк но не будем же вчерашним днем друг мой у нас по пути на пути остались только только одна мелкая преграда какая пайслаус пайслаус для меня уже давно как заноза в боку и или бельмо на глазу гадюка подколодная как вы думаете фрэнк он на заноза ли гадюка и с этими выходками которые он проделывает министерстве с этим человеком я так не могу не хочу сотрудничать франк командный дух готовность помочь и пойти на компромисс вот столпы хорошего коллектива и не байслаус не никто и некоторые другие сотрудники министерства не поддерживают ценности это нехорошо вот именно фрэнк к сожалению против байслауса сложно что-либо предпринять он из отдела 4 уже ужасно давно тут работает так что практически не прикосновенен пустая упаковка от проигрывателя которые вы нашли для начала неплохо но к сожалению недостаточно чтобы лишить пайслауса иммунитета для этого нужно нечто более весомое что думаете о чем о том чтобы найти весомые доказательства погрешные при греши нашего друга разумеется это не официальное поручение я попробую превосходно просто отлично это именно тот ответ который хотел слушать фрэнк так что полагаюсь на вас я знаю вы найдете решение фрэнк минутку на как не но как тебе до веские доказательства то есть тут бутылочка газе стой тут бутылочки газировки не отделаешься тут прям придется копать на этого чувака деликатесы блин на ужин принести ему тварь шоколад жире иди насчет блюда эксперт с едой пока никаких топлив просить кого-то готовить для них тасс блин привет здесь написано что вкусный торт плиты вкусный зараза шоколад почему это не годится что тебе еще надо так границы открыты то бла-бла-бла это я на блин если бы видимо булка тут был может быть булка чтобы он что-то бы нам приготовил на его мы упекли пример того что национальная кухня ничем не уступает заграничной заслуживает внимание о кстати устройство для проигрывания музыки уже разрешено бургер я к черту разорюсь все это покупать давайте этот бургер ему дам черт с ним пусть подавится 620 ну-ка музыка со всего света у вас дома в своей безграничной мудрости великий вождь постановил что отныне величайшем союзе может звучать иностранная музыка естественно теперь все музыканты мира стремятся представить свое искусство гражданам нашей великой страны вероятно скоро мы сможем принять многих из них у себя вопрос только а в том захотят ли они вернуться домой видев как у нас красиво легализованная иностранная какофония если б только великий вождь знал они называют это рок поп и панк мы называем это какофонией правительство правительство допустило чтобы эта музыка из-за рубежа развращала молодежь наш прекрасной страны притупляя умы и подстрекая греховному жестокому поведению мы спрашиваем неужели мы должны пускать в великую великую родину и все нечистоты изливающиеся из федерации мы отвечаем нет опиум для народа ты еще одна нелепая реформа признает лечь массы от понимания что их угнетает и эксплуатирует права слушать музыку из-за рубежа недостаточно чтобы мы перестали бороться с этим прогнившим режимом не довольствуйтесь попсой требуйте колбасы присоединяйтесь к революции и разорвите цепи черт я трачу столько чертовых денег на чертову еду блин я по моему еще ни на один квест не тратил столько денег мне кажется жри бургер да это бургер значит я вам кое-что принес выглядит любопытно это большой вождь бургер новейшее и лучшее блюдо местной кухни вот как звучит славно спасибо франк вы сделали все возможное так что я не поскуплюсь задача завершена и 240 баксов твари я его купил за 700 вы блин нормальные ну а дуплись хорошо нам получается нужно следить за бай с лаусом так чувак ты уходишь да так таран таратан 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 это кресло то у него пухлишко и опять кресло обыскиваю спасибо в кровати у него футболка альбом возможно кстати альбомы можно продавать за какие-то деньги не знаю три альбома новейший еще аналогов аналоги так тут ничего сюда вторую наверное поставлю потому что здесь я еще дотягиваюсь глазами на кухне надо ставить третью на работу у меня вроде как сейчас не срочно надо хотя черт с ним нет но мне надо конечно выяснить что там творится иностранные деньги у тебя их заберу пожалуй меня не понадобится покиньте у чувака там оставалось на билет дома доехать я у него забрал бутылочка пива это разные вещи стой а и там и там пиво я понял ну типа хорошо я могу еще на него характеристику подкинуть кстати девочка здравствуйте шварц как обстановка а я скучаю по папе он гораздо добрее мамы погодите может она их реально украла папа мне всегда давал по три изюмины а мама только одну всего одну изюминку папа меня больше любит это вряд ли и да я уверен что мама любит тебя также сильно но где твой папа почему я его ни разу не видел это секрет нельзя никому рассказывать если я расскажу нас с альфредом арестуют арестуют ну что ты точно арестуют мама мне объяснила нам нельзя об этом говорить так что давайте 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 Пацан, ку-ку, дядя Шварц, как ты себя чувствуешь? Сильно кашлял? Ты так сильно кашлял? Нормально, дядя Шварц, сегодня получше, а завтра меня мама отпустит на детскую площадку. А послезавтра, если не буду кашлять, я разрешу пойти на озеро купаться. Поскорей бы. Здравствуйте, господин Шварц, я тут решил пройтись рядом, пройтись, размять ноги. Вы куда? Может мне кое с чем помочь? А о чем конкретно речь? В общем, мне в министерстве поручили собрать информацию деликатного характера о нашем госте. Я вообще не это имел в виду, Лукасе Шмольке. А чем я тут могу помочь? Зачем мне это? Вы могли бы с ним сблизиться? Что, простите? Я правильно вас поняла? Неужели я произвожу впечатление женщины, готовой на подобные игры? Если эти шутки... Или это шутки у вас такие? Я... Так как вам не стыдно? Пожалуйста, оставьте мне пакость. Какая... Я думаю, что если бы у нас балерина была бы в доме, мы могли бы провернуть это дело. Вы хотели попросить помощи. Вы на днях хотели попросить помощи. Как это связано с вашим мужем? Где он, кстати? Господин Шварц, обсуждение личного дела на публике не принято, как вы же знаете. Как говорит Великий Воист, не болтай, враг может услышать. О, тогда отложим пока эту тему. Я не знал, что командировка вашего мужа это личное. Ну а как тогда закончить разговор? Так. Ну что ж. Пойдем мы, наверное, сейчас трясти кабинет Байслауса, если получится. Так же я... Да блин, что ты от меня хочешь? Это ты? Нафиг! Да. Почта пришла. Вам тут письмо. Господин Шварц, как прийти сюрприз. Спасибо, забираю. Ну типа и на том спасибо. Сто баксов тоже деньги. Значит, сейчас мы идем и дополняем досье. За это еще сто бачей получим. Сюда, сюда. И пойдем в кабинет шариться. Так, значит, досье на... Вот этого другалька. Отправляем. А, 150 тоже деньги. Хорошо. Просто я на него слишком много потратился. Аж прямо обидно. Последи, чтобы с ним ничего не случилось. Ну... Ну блин, а что с ним случится-то? О, ты как раз уже свалил. Давай, до свидания. Дружище. Я могу на тебя иностранную валюту повесить? Это достаточно? Ну, давайте я попробую на него иностранную валюту повесить. Ну, я просто не знаю, на чем его можно еще спалить. Более веские доказательства. Ну, прям... Так, надо будет вспомнить, какой у нас пункт владения. Так, донос на Вайслауса. Странные деньги. Это у нас какая директива? Ага, сейчас я найду. Миночку. Красные яблоки все равно незаконно. Ладно. Оружие, шоколад. У меня, кстати, шоколадка есть. 6,004. Гражданина Вайслауса, да? Та на чиновника же. Вот. Можно? Ясно, понятно. Фрэнк, как дела? Да, Стивен? Верно. Как у вас дела? На самом деле, не так уж и плохо. Я звоню вот почему, Фрэнк. И мне важно, чтобы вы не поняли меня неправильно. Я очень ценю вас, Фрэнк, как сотрудника и как человека. И мне важно, чтобы вы это знали, Фрэнк. А ваши амбиции? Я считаю, что это отлично. Действительно. Правда, очень здорово. О, благодарю. Да, но это вчерашнее сообщение. К сожалению, мы не можем. Это невозможно. Не сейчас, Фрэнк. Это так? Почему нет? Было явное нарушение. Эх, Фрэнк. Не усложняйте мне задачу. Это не пройдет, хорошо? Мы договорились, Фрэнк? О чем? Очень хорошо, что я могу рассчитывать на вас, Фрэнк. Не волнуйтесь. В отделе 4 для вас найдется кое-что. Я прослежу, чтобы вы узнали об этом первым. Хорошо, Фрэнк? Пока. Очень... Ну, блин, да. Штраф прилетел. Это, конечно, неприятно. Но... На, подавись. Я пойду заберу тогда свои деньги уж, извините. Чертов Байслаус. Еще и двух отмычек мне стоил. Куда я их положил? Я не помню. Иди к черту. 25 часов. Хорошо, это я понял. Подставлять я этого чувака не собираюсь. Сейчас поеду домой, посмотрю, наверное, что там с ним происходит. Два часа ночи. Два часа ночи. Есть какое-то покушение. Я не хочу никакого покушения. Мне достаточно, что я его просто ни с кем не застукаю. И вроде как все будет нормально. Он спит. Что мне с этой семейкой делать, блин? Я из них тревожит Элизабет Векерт, блин. Тоже. Ох, блин, третьи камеры просто крутые. Смотрите, сразу видно все помещение. Красота. Давайте немножечко промотаем. Заработать 50 тысяч единиц. Опыт, кстати, 5 тысяч мне за что-то еще нужно получить. Так, что я могу пока что сделать? Мне бы на самом деле вот этого студентика выкинуть. Он мне больше, в принципе, нигде не нужен. Но, с другой стороны, у меня есть свободная квартира. И пусть живет пока что. Он там хлопья себе делает. Что-то такой храп. Могучий. А, вот он проснулся. Хорошо. Давайте понаблюдаем, что он делает. Что у него на кухне происходит. Потому что в прошлый раз мы вообще ничего не видели. Он тут завтракает. Специально стоит в сторонке. Ну и он уходит, да? Поговорить с ним. Что случилось? Нет. Так, надо бы постирать. Надо бы то-то-сё-то. Диссиденты. Пацан. Да. Нам ничего не скажут. Она сердится. Дети грустные. Но, с другой стороны, ребенка лечит. Может мне найти у них какое-то что-то где-то в квартире? Если она свалит из квартиры. Было бы, кстати, неплохо. Чего я занимаюсь в этой жизни. Она обед готовит. Это скачет на скакалке. Так, да? Так. Нет, не то. Можете мне кое-что? Ха-ха-ха. Серьезно? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Попросить бабку пойти соблазнить шмульки. Ха-ха. Ну, камон. Ха-ха. Ха-ха. Диссидент. И выяснить, что тревожит Элизабет Векер. Да. Вот это мне сейчас нужно. Получается. Болеееен. Компромат я искать не буду. Но, видимо, я его и не найду. Потому что, чтобы был компромат, мне нужно просить... Просто для эксперимента, смотрите, можно ли попросить собственную жену? Что ты хотел? А можешь помочь мне со шмольки? Можно попросить. Я хотел поговорить о задании, которое мне дали. Это поручение первостепенной важности. Причем, Фрэнк, что за поручение? Сабина, это приказ собрать секретную информацию или компромат на одного из наших жильцов. Кого конкретно? Лукаса Шмолькина. Иностранца? Что у него такого важного для министерства? О томе речь. Важные сотрудники министерства не хотят на него... Не хотят на него надавить. И я хотел... Хотел что, Фрэнк? Хотел спросить тебя, не могла бы ты с ним пофлиртовать? Разумеется, этим ты сослужишь службу великому вождю. Что-что, прости? Ты... Ты просишь меня переспать с другим мужчиной? Пофлиртовать и переспать немножко разные вещи? Скажи мне... Фрэнк, ты в своем уме? Прости, дорогая. Грабидоров? Что ты совсем заигрался со шпионскими играми? Мне вот что интересно было, можно ли поговорить с дочкой? Я собираюсь почилить. Да, дочку нельзя, но в принципе это и правильно. Потому что в этом и заключался вопрос. Но прикиньте, оказывается, можно было поговорить и потом с женой. Идите нафиг. Так, девочка. Мама ушла. Блин, может быть надо было поговорить, пока мама дома? Здравствуйте, дядя Шварц. До свидания, девочка. Дядя Шварц заходит домой к девочкам, это не очень хорошо. Может ты тоже свалишь? Я бы у вас пообыскался бы немножечко, нет? Ладно. Давайте тогда найти веские доказательства вины. Тоже время идет и тоже его мало осталось. Ребят, все, короче. Я перегораю. Давайте на паузу. Давайте сохраним. Во-первых, уже и серия заканчивается. Во-вторых, я вообще без понятия, что делать и как все это будет происходить. Поэтому пока что заканчиваем серию. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Все молодышек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok